Я не готова, потому что я хорошо буду, я понимаю. Стицы. Всего поступило у нас в реанимацию 11 пациентов. Все крайне тяжелые. Сейчас в реанимации находится 8 пациентов. Из них 6 пациентов на искусственной вентиляции легких. Двое пациентов достаточно стабильные. Все мероприятия, которые были необходимы для лечения, в последней жизни были проведены. Согласно протоколам лечения. Самарские специалисты достаточно короткие сроки приехали к нам на помощь. Потому что для нас это событие нестандартное, массовое поступление. Ну и ночью уже совместно все вместе с большой бригадой проводили лечение. Здравствуйте. Тут другая постановка, слава Богу. Здравствуйте. Как здесь мы чувствуем? Я поздоровлю. Пациент Денисов. Значит, поступил у нас с ДТП. Был с пассажиром микроавтобуса. Значит, поступил на крыльчатную мозговую травму. Ушиб головного мозга легкой степени. Суперкандарное кровоизлияние. Ушиб грудной клетки. Полностью стабильным, полностью обследованным. Посмотрим всеми специалистами. Это пол. Также поступил с ДТП. Тоже с микроавтобуса. Значит, он поступил на крыльчатную мозговую травму. Стрясение головного мозга. Ушиб растяжения шейного отдела позвоночника. Ушиб мягких тканей. Область таза. Перелом лонной кости справа. Ушиб почек. Полностью стабильным. Обследованным. Все лечение проводится. Хорошо. Ясно. Александр Ильич, а есть прогноз? Обычно мы наблюдаем таких пациентов не менее недели. Потому что это поле травмы. Возможно, всякое. Поэтому обязательно нужно наблюдение. Как только они станут стабильны, мы сразу их выпишем. Но опять-таки, я останусь под наблюдением врачей, еще и амбулаторно. Препараты, специалисты, оборудование. Что вот, может быть, не достает? Нет, на данный момент еще имеется необходимое для правильного, качественного лечения данной группы пациентов. Конечно, хочу поблагодарить работников ДИБДД и ваших медицинских работников Самарской области за взаимодействие. Потому что трагедия страшная. И вы знаете, на месте происшествия далеко не у всех были при себе сразу и документы. Да и вообще в целом поговорить с людьми не удавалось. Но достаточно благодаря такой оперативности и профессионализму, высоченному профессионализму. Я вот с высоты своего жизненного пути могу это сказать буквально в течение такой вот, знаете, оперативного разговора. В течение двух там с небольшим часов мы уже знали о каждом человеке, кто попал в такой страшный ДТП и в каком состоянии он находится. Это дорого стоит, потому что нам удалось сразу же и оповестить родственников, ну и в общем-то и самим принять соответствующее решение. Ну и конечно вот то, что мы сейчас посмотрели вместе с губернатором, вызывает, знаете, у меня чувство просто глубочайшего уважения к вам, ко всем. Все окружены такой вот заботой и вниманием. Даже, может быть, вы видели, когда я к молодому человеку наклонился, он проживает недалеко, но вот на территории уже Ульяновской области. И вы слышали, он на мое предложение переехать в Новоспасскую центральную районную больницу, которая тоже очень комфортна, с великолепными врачами и медперсоналом. Он сказал о том, что мне здесь нравится, меня здесь устраивает и я бы хотел, так сказать, пройти курс лечения здесь. Это говорит о многом, как минимум, так сказать, о профессионализме ваших медработников. Действительно, мы уже с Дмитриевичем максимально синхронизовали все свои управленчатые действия. Мы подписали соответствующие указы о том, что завтра день траур, как минимум, на территории Ульяновской области и Самарской области. У нас давно не было такой страшной трагедии, чтобы и такое количество погибших и пострадавших. Вот сейчас только мы завизировали проекты своих нормативных документов об оказании финансовой помощи. Ну вот, как минимум, так сказать, мы говорим о том, что все пострадавшие, семьи пострадавших, так будет правильно сказано, получат погибших, прошу прощения, погибших получат по одному миллиону рублей. У Ульяновской области таких 10, я надеюсь, прибавки не будет. Врачи, надеюсь, сумеют со всеми справиться с сложностями. Ну а пострадавшим мы единовременно будем выплачивать там по 200, по 100 тысяч рублей. Но это, еще раз говорю, это вот, что называется, единоразовые выплаты вот прямо сейчас для решения разных неотложных вопросов. Плюс органы социальной защиты уже начали работать, там есть и случаи, связанные с потерей кормильцы, там и другие, вы знаете, все это отрегулировано нашим региональным и федеральным законодательством, и это там дополнительные будут платы. Ни один из людей, которые оказались в этой трудной ситуации, не останется один на один со своими проблемами. Надо будет, мы сейчас вот с вашим губернатором об этом договорились и сразу же прозвонили соответствующих специалистов в Москве. Мы готовы любого, кому надо, в лучшую клинику страны в Москву вывезти, прям как только врачи нам разрешат.